Мы нагоняемся на различных видах автомобилей, беремся на вершину Тибета и узнаем много чего интересного о новинках, поступивших в дом Дэнди. Итак, смотрите нашу программу. На Дэнди сегодня речь пойдет сразу о четырех играх. Объединяют их две вещи. Первое, то что они находятся на одном картридже. И второе, все эти игры гонки. Первая игра Феррари. Это обыкновенная гонка, задача выиграть кубок. Игра хороша тем, что в ней существуют все правила настоящие в форме логинга, а также система паролей. Вторая игра Американ Рейс Кар. Здесь вы сможете погонять не только с компьютером, а еще с друг другом. В игре существует целых три вида на трассу. И также существуют деньги, что делают игру наиболее азартной. В самом начале игры вы сможете выбрать себе менеджера, который будет вам платить определенную сумму денег. Но чтобы ее получить, вам нужно проехать первым. Третья игра Найджел Мэнсел. Это уже более навороченная гонка, чем в Феррари. Больше возможностей, да и графика получше. Целых 16 трасс предстоит вам проехать и стать абсолютным чемпионом в классе Формулы 1. В игре существует система паролей. А также после прохождения каждой трассы вы можете подчинить свою машину. Четвертая игра вам уже знакома. В одной из наших прошлых передач мы уже говорили о Роллотблахтор, дорожном разрушителе. Это гонка с элементами боевика. Вам нужно проехать трассу и разбомбить врагов своим пулеметом. Также во время самой трассы вы восполняете свой пулемет или получаете более мощное снаряжение. Ну что, величайшие компьютерные гонщики, вы приготовились к борьбе за виртуальный кубок. Если да, то берите в руки руль, то бишь джойстик, и начинаем. В реализации виртуальных гонок разработчиками Исеги применял специальный процессор. Дескоп, цифровой сигнальный процессор, способный улучшить изображение и значительно ускорить движение картинки игры. Это более чем кстати. Ведь речь идет о Формуле 1. В самом начале игры перед вами открывается меню, где вы можете погонять на оригинале, а именно побороться за кубок, или погонять вдвоем с приятелем, поездить на время, посмотреть таблицу рекордов, да и многое другое. На данный момент нас интересует первая опция. Все готово к старту. Три, два, один. Итак, гонка началась. Вам необходимо проехать первым три трассы, а затем еще три. Но это не так-то просто. Огромная скорость развивается во время гонки. Около 330 км в час. И приходится частенько потормаживать, чтобы не занесло на поворот. Во время самой гонки вы можете с помощью четырех кнопок на джойстике поставить любой из четырех видов на трассу. Первый вид – это вид с высоты птичьего полета. Или вид сзади сверху. На мой взгляд он самый удачный. Вид из кабины. И всеми знакомый вид – вид сзади. Кунать в одиночку и сражаться с воображаемым противником – интересным. Двоим еще и улетать. Качество трехмерного изображения замечательное. Даже бетон сохраняет свой цвет. Итак, желаю удачи. А теперь традиционная рубрика «Хелп». Сегодня секреты будут для игр мордоворотов. Для Секи это будет игра «Праймал Рэдж», а для Супер Нинтендо – «Киллер Инстинк». Фаталити Близзарда. Зажать все шесть кнопок четыре раза вниз, вверх. Фаталити Фулгра. Вперед, полуклубь назад, «Х». Фаталити Синдра. Четверть круга вперед, правый шип. Фамуллитейшн Синдра. Три раза назад, «А». Фаталити Зандра. Назад, полукруг вперед, «Х». Вы все, наверное, знаете такие игры, как «Космический ас» для панастоника 3DO. Такие игры отличаются интересной мультипликацией и завораживающим сюжетом. Сейчас появилась новая игра для Супер Нинтендо «Тим-Тим в Тибете», о которой мы сейчас расскажем. Итак, «Тим-Тим в Тибете». Игра может смело гордиться графикой. Она просто великолепна. Легко спотать с мультфильмом. Первый уровень разворачивается на железной дороге, где вам, а именно Тим-Тину, нужно дойти до конца. Но это не так-то просто. Дружелюбный местный народ настроен недружелюбно. То ящиком кинет, а то сметет с ног. Но это не сломило дружеских отношений к людям. Тим-Тим даже бросается в воду, чтобы спасти шалунишку. Даже в воде нет покоя. Толкновение с бревнами лечет неминуемую погибель. А вот вы и в доме, где вам предстоит иметь дело уже с официантами, с выми бабульками и их невыносимыми собачонками. Приходится все время перебегать с места на место. Никакого оружия у Тим-Тина нет. Так что нужно быть предельно осторожным. И я думаю, вы поможете ему добраться до вершины Тибета. А теперь о новинках в доме Дэнди. В дом Дэнди поступил специальный переходничок для Супер Нинтендо, позволяющий играть в некоторые игры. В район, в четвером, в пятером и даже в шестером. Одновременно. С помощью этого переходничка вы можете поиграть в игры. Например, в FIFA, в Soccer 96, в NBA, в Jam, в Slam & Jam, в микромашины, да и многие другие. Ну что, пока, до новых встреч!